Продолжение следует... Вензум номер 601. Тема сегодня «Диафрагмальные практики». Хэштег «Мать белых ворон». Одно слово с большой буквы. И «Народная медицина». Спикер Людмила Лузина, село Чистые Пермского края. Людмила, добрый день. Здравствуй, Влад. Рада тебя видеть. Взаимно, Людмила. Я люблю таких героинь и героев приглашать из локальных сообществ. Даже не городских. И даже не из больших городов. А из малых территорий. Которые светят всем вокруг. И притягивают на свой свет других. Вот вы такая белая ворона. Как вы про себя говорите. Даже мать таких белых ворон. Даже мать. Да. И сколько их вокруг летает вас? Ну, достаточно много. И самое важное, что это очень интересные люди. И самое главное, что они очень необыкновенные и крутые. Вы даже пишете, что они очень ранимые. Часто они подозревают, насколько они гениальны. Но особенно в малых сообществах. Потому что там же народу, как бы так сказать, творческого не так много. И они просто даже иногда боятся выходить из мира своих фантазий. А вот вы помогаете им как-то проявиться. Каким образом? Если честно сказать, да. Я не могу сказать, что это как-то сделано намеренно, специально. Это, наверное, способность дружить с этими людьми. И, наверное, их возможность открываться в нашем обществе. В вашем творческом обществе. Я бы сказала, в высшем обществе. В высшем в том смысле, что там много света. Пожалуй, да. Но вы умудряетесь еще привозить ведь из Перми, да, к вам туда людей таких же. Да. Жизнь вообще очень удивительная и интересная. И, наверное, к интересным людям притягиваются такие же интересные люди с горящими глазами. И самое интересное, да. То есть в моей жизни все началось с диафрагмальных практик. Это два года назад я обучилась у Галины Владимировны Пономаревой. Это как раз-таки в Перми. И после этого жизнь просто резко поменялась. После этого начали приходить к учебу. Она из Академии естественных наук называется, да, это российская? Народная медицина. У нас есть две Академии наук. Официальная и как бы естественная, где вот в том числе народная медицина присутствует, да? Да. А вы закончили физфак, да, называется? Ну, физическая культура. Лечебная, то есть, да, культура? Ну, у меня просто направление было физкультурно-оздоровительные технологии. То есть и специализация моя йога, и вторая специализация – это спортивная аэробика. Это в Чайковском, я там, кстати, бывал, да, вот, и там, потому что проводятся, там эти вышки все прыгают, да, вот, и там приезжают чемпионы разные со всей России, иногда со всего мира, да, на соревнования. Да. И вы там, когда учились, вы пишете, что вы работали с детьми с ДЦП. Тогда родилась идея с диафрагмальным практиками или как? Нет, на самом деле я могу сказать, что это какой-то такой путь, он достаточно интересно выстроенный. Когда я поступала в Институт физической культуры, то есть мне как раз-таки были интересны оздоровительные технологии. Дальше там уже я обучалась классическому массажу, но, если честно, как-то он мне не заинтересовал. Это интересно, но в работу это не пошло. Вот, после этого я устроилась в детско-юношескую спортивную школу в селе Чистых, где проработала тренером 11 лет. У себя, на родине, да, Чисты, это ваша родина, и вы сейчас до сих пор там и живете постоянно. Да. Вот, а народ и медицина, получается, через вашего мастера с большой буквы, да, Галину Пономареву, как к вам пришла? Я, наверное, расскажу сначала предысторию, да, то есть ничто в нашей жизни не происходит случайно. Ну да. То есть какое-то было инициирующее событие, как нам говорит теория Пути Героя, да, которое вас увело в тёмный лес, в некий. Да, всё именно так. На самом деле, когда я начала работать тренером, и у меня уже были тогда навыки работы с позвоночником, с суставами и так далее, да, то есть, ну, это специализация, оздоровительная технология, они дают, как бы, свою специфику. Вот. И когда я пришла работать в детский сад на группу, да, то есть, получается, дети моего возраста, с которыми я работала, это в среднем 5-6 лет. И когда я увидела группу, и у меня первый шок, который меня поверг, это, то есть, из 27 детей, 25 детей были с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но там ДЦП не было ещё никого, да? Нет, ДЦП тогда ещё не было, да, то есть, и... А группа – это уже спортшкола, то есть, это не просто дети. Да, спортивная школа, у меня была группа 27 человек на тот момент, это моя первая группа, и из этой группы, из 27 человек, 25 детей с разной степенью нарушения осанки. У кого-то это плоскостопие, у кого-то это искривление позвоночника, то есть, у всех по-разному, скажем. И меня, вот, это мой первый шок, который я испытала, да, такое количество детей с разными нарушениями функций организма. Дальше я сделала для себя, ну, для родителей и детей, которые там обучались, родительское собрание, в котором я каждому ребёнку отрисовала остистые отростки и позвоночника, да, то есть, это... то есть, и наглядно показала родителям, в каком месте, да, то есть, идёт искривление, на что нужно обратить внимание, и предложила пути решения. Показывай наглядно на картинках или прямо на спине ребёнка? Нет, нет, всё очень просто, да, за два часа до родительского собрания я пришла, она, к своим детям, и в этот момент просто построила, красиво поставила ребёнка, и фломастером, самым обычным фломастером отрисовала остистые отростки, то есть, кончики, то есть, позвоночник нарисовала. У кого-то он ровный, у кого-то он начинает вилять, да, и, соответственно, когда ребёнок стоит, это всё видно. Если у ребёнка есть плоскостопие, я рисовала и показывала, какое плоскостопие имеется, и, соответственно, родителям показывала. И второй шок, который меня просто удивил, из 25 детей, которые, ну, родители, которые были на родительском собрании, 5 родителей из 25 в тот момент, так, не все пришли, заинтересовались темой, как восстановить здоровье своими детям. 20 родителей, они послушали, сказали, и изменений в работе с ребёнком не изменилось. Таким детям нужна другая совершенно работа, да, то есть, это не общая физическая подготовка, им нужны другие методы воздействия, чтобы восстановить эти функции. Ну, вы и задумались, и чтобы сократить время, у нас не так много времени, как в вашей жизни появилась, Галина Пономарёва-то? Ну, если честно, многое, что происходит у меня случайно, да, то есть, мне предложили съездить на обучение, я долго думала, и в итоге я съездила. И именно вот это обучение меня зацепило, то есть, я поняла, что именно здесь работают... То есть, вы очень долго не доверяли народной медицине, да, получается, раз? Я вообще, изначально, я самый большой скептик во всём мире, до тех пор, пока я сама... А что вас убедило-то перейти, так сказать, в другой, параллельный лагерь? Ну, это результаты, которые даёт эта методика. Смысл там в чём? То есть, вы воздействуете, это тоже такой своеобразный массаж, да, но он работает по-другому. Ну, как? Да, это похоже на массаж, но на самом деле массаж, он классический, он работает с мышцами. А диафрагмальные практики, они работают на диафрагмы тела и работают на суставы, связки, пасции. То есть, у нас есть жёсткий скелет, это кости, да, которые не меняют свою длину, не меняют, в общем, свои параметры, да. И есть мягкий скелет, который держит это всё. Компасция нам рассказывали, да, мастера, лещобиевскую, это такие сгустки мышц. Ну, это не мышцы, это как раз-таки та соединительная ткань, которая крепит все мышцы к костям. То есть, это оболочка, в которую завёрнута, ну, скажем так, каждая мышца. И, значит, тут-то, если коротко, то в интернете написано диафрагмально, точнее, это у вас написано в дипломе, да. Весцеральные практики – это коррекция весцеральных вот этих вот и опорно-двигательных дисфункций организма с помощью ручного воздействия на диафрагмы. В скобочках – мембраны тела. А вот диафрагмы мембраны тела, я не понимаю, что это такое. Ну, вот смотрите, у нас есть одна самая главная диафрагма, грудодушная, которая как раз-таки у нас находится между лёгкими, да, то есть верхней частью, и между кишечниками. Как переводится диафрагма? Вот что это такое? Ну, собственно, она никак не переводится. Это, скажем, такая связка крупная мышца, да, то есть у нас кровь качает сердце, да, а лимфу качает диафрагму. То есть когда мы делаем вдох, диафрагма поднимается вверх, давление меняется в верхней части туловища и в нижней части туловища, и лимфа с ног поднимается наверх. На самом деле у нас диафрагмы достаточно много, это тазовая диафрагма, диафрагма, диафрагма есть, ну, в общем, много где они есть, и они работают все вместе, то есть качают лимфу наверх. Это такие, получается, сети, да, несколько сетей, которые качают лимфу. Вот, и идёт воздействие на эти сети, и дальше что? Вообще, то есть какие-то дисфункции, они случаются же не просто так, вот, идёт какой-то перекос, либо сдавление, да, то есть задача диафрагмальных практик – это выровнять тело целиком. Здесь нет работы, например, с ногой отдельно, да, с рукой отдельно. Диафрагмальные практики, они интересны тем, что идёт воздействие на весь организм, от макушки до кончиков пальцев. И то есть идёт не работа с мышцей, идёт как раз-таки работа вот с этим мягким скелетом, да, то есть когда, например, фасция мышцы затянута на одной половине тела, тело может быть асимметричным. То есть вашим рукам удаётся сквозь кожу там их все выправлять, да? Да, то есть выравнивать и балансировать. И когда тело симметрично, и когда кровообращение в теле идёт хорошо, то дисфункции, они, получается, очень-очень успешно все проходят. Сделаем, как бы, отход в сторону, про психосоматические причины поговорим. То есть когда в теле какие-то проблемы, они же возникают не на ровном месте, да, это всегда из психики приходит. И вы недавно написали несколько постов, вот именно таких программных, да, про, например, пишите, 8 вещей, о которых стоит помнить, когда всё идёт не так. Некоторые перечислю. Боль, ну или какие-то болезни, да, или перекосы в позвоночнике, да, если мы сейчас добавим то, что вы сказали, является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться. Я очень согласен с вами с этим, да. И каждая сложность, которая возникает на нашем жизненном пути, это место раскрытия ваших сильных сторон. А тело, соответственно, в моменты стресса наших душевно-визическое состояние подвигается жёстким испытаниям. Вот, и, соответственно, мне интересно узнать. Вот когда писали этот пост, вы писали про себя, про какие болевые точки роста вашего жизненном? Да, в первую очередь всегда опыт, который прожит лично, его можно и транслировать, и он лучше работает на других. И люди, которые рядом, они понимают, о чём идёт речь. И да, действительно. Ну, о чём вы можете рассказать, каким испытанием? Я прямо вижу, да, что действительно идёт процесс личностного роста. Причём вы же теперь не просто специалист по диафрагмальным практикам, да. Вы бы, я бы сказал, такой лидер, что ли, местного сообщества по личностному росту, да, для других людей. Вот. Какие испытания вам пришлось пройти в вашей судьбе личной? О чём можно сказать, которые помогли вам вырасти? Мне кажется, знаете, вот иногда, ну, наверное, жизнь каждого человека, это, знаете, как какой-то фильм. И постоянно идут какие-то испытания, они же приходят не просто так. То есть они нам подсвечивают те места, где стоит обратить внимание, да. И если вот сейчас, в данный момент, здесь тяжело, соответственно, это то место, где можно раскрывать себя, где можно разворачивать себя. И, знаете, я совсем недавно поняла, что из любой сложной, максимально сложной ситуации, как минимум, есть шесть выходов. Вот, я про это уже прочитал. Но нас учили в школе интервью, когда, ещё 25 лет назад, да, что герой говорит правильные вещи, и которые откликаются у меня как у интервьюера. Но всегда нужно добиваться того, какие конкретные события случились, что человек теперь так думает. Вот поэтому я и хочу услышать, что это такое, потому что тогда мы гораздо глубже увидим вас и вас в развитии, да. Ну, насчёт конкретики, ну, достаточно сложно, как бы, рассказывать некоторые вещи на самом деле. То есть это тоже ещё часть вашего пути, вы ещё не привыкли, да, про такие вещи говорить. Ну, да. Почему? Вот я могу рассказать, знаете, вот действительно из того, что лично, и что вот вполне можно рассказать, и на примере показать, что любая сложность даётся не просто так, да, то есть начну с того, что я ребёнок, который родилась, да, развивалась, и в какой-то момент появился, ну, в моём диагнозе, да, то есть эксколиоз второй степени. То есть это достаточно много. Плюс кругловогнутая осанка. И отсюда весь ваш жизненный путь, да, связан с лечебной физкультурой. Да, и отсюда весь жизненный путь. То есть у меня очень волевые достаточно родители, да, и то есть когда случилась такая сложность, да, то есть с последним младшим ребёнком, и приходилось много труда вкладывать в то, чтобы исправить то, что получилось. Вот. То есть они показали вам путь вашей будущей работы. То же самое, что вы будете делать с родителями ваших детей, воспитанников, как назвать, не воспитанников, пациентов, да, бы я бы сказала, да. Да. Вот. И то есть... Вы ещё работаете не просто с детьми, а с ДЦП вы начали работать. Там вообще ещё всё в квадрате сложность. Да, но понимаете, вот самое интересное, что чем сложнее диагноз, чем сложнее ребёнок, тем ярче у него результаты. То есть я работаю с этим ребёнком ДЦП уже где-то год с небольшим, да, и если бы мне год назад сказали, что будут такие яркие результаты, интересные, я бы, честно, не поверила. Ну вот надо, чтобы он же с вами рядом, потому что вы же не в Перми, да, то есть это вот местные дети только, да. могут. Но понимаете, ведь и в Перми достаточно много людей, специалистов из этой же области, и каждому, мне кажется, населённому пункту нужен такой специалист. Вот как раз про это написал, я увидел отзыв, ваша пациентка, 69 лет, пишет. Людмила поставила кости таза на место мне, а, соответственно, ушли смещения в позвоночнике, и перестала уставать левая нога, так как вес тела стал распределяться на обе ноги равномерно. То есть от детей до пенсионерок у вас теперь миссия, да? Ну, в целом да, но в основном я беру именно маленьких, ну не маленьких, а детей беру и подростков. От шести месяцев причём. Да. Но работа просто разная. Когда ребёнок совсем маленький, грудной, в этом случае целесообразно обучать маму, да, то есть мама всегда находится рядом. Важно маму обучить, и мама на самом деле может всё сама сделать. И единственное, то есть это моя функция, которая остаётся, это функция контроля, да, то есть где-то подсветить, что обрати внимание здесь, уйди в эту сторону, да, то есть и мама вот с грудным ребёнком, она с лёгкостью может работать и сама. А дети, когда они становятся чуть постарше, они очень здорово проводят процедуры вместе со мной. А вот теперь ещё немножко про вашу стаю белых ворон. Значит, то, что вы делаете у себя в чистых, у меня уже выступали специалисты разные, из разных локальных территорий, да, это называется локальный брендинг, между прочим. То есть вы через свет своей личности продвигаете свою территорию, люди к вам приезжают, да, на ваш свет, на ваши мероприятия. У вас там даже есть арт-пространство прямо в селе, такая изба какая-то, да? Ну, не совсем так. То есть вообще так получается, я не могу сказать, что я делаю это специально, да, то есть появляется много интересных людей вокруг. И так получилось в определённый момент. То есть мы собирались изначально в городе Перми, да, и там проводили семинары-практикум, прикосновения. Это уже, кстати, был пятый семинар-практикум, который мы провели совместно. Я являюсь, скажем так, идеями лидера. Это не про народную медицину, это именно про арт-терапию, да? Нет, это как раз-таки про объединение. Да, изначально это были только массажисты, да, то есть только оздоровительные практики, люди-терестники, которые работают с телом. То есть вы их собирали или вы просто участвовали в чужих собраниях? Нет, я их пригласила, в какой-то момент я говорю, давайте соберёмся и что-то интересное проведём. В Перми, не в Чистых. Вначале было в Перми, потому что основные люди, которые приезжали, это были разные территории. Это Пермь, Чистые, Березняки, Екатеринбург, кто там ещё. А теперь, Людмила, вы их притянули к себе в Чистые, да? Начали заниматься локальным брендингом. Ну и что, получается, сколько уже прошло таких встреч у вас в Чистых? Официальных, да, скажем, таких, их уже было пять. И реально люди приезжали со всего Пермского края или даже не только с Пермского края? Ну, не только с Пермского края. Разные люди, кому это интересно и кому это отвлекается. И, соответственно, их нужно было, им где-то нужно было ночевать. То есть вы местный гостиничный бизнес, ну, в смысле, люди ночевали где? В частных домах или как? Ну, вот имеется в виду, если в Чистых, да, то есть они мне сказали, мы приедем все к тебе в гости. Но я понимаю, что дома я 25 человек разместить, наверное, не смогу. То есть, вот, и было принято решение снять базу отдыха на территории Чистинского района, где есть определённые домики, да, где есть пространство. Вы продвигаете туристический бизнес местный, получается, таким образом, да? Да, даёте рабочие места через вашу тусовку. А про пространство, я видела, там какая-то изба, это не у вас, получается, рядом где-то? Ну, всегда, то есть мероприятия, я понимаю, что когда мне говорят, что мы к тебе приедем на день, так обычно не получается. И мы остаёмся, как правило, одна. Нужна программа какая-то, да. Да, трое суток, то есть, ну, три дня, и в сумме получается двое суток. И, соответственно, там простраивается определённая программа. Только заниматься практиками, да, это устанешь, и это быстро надоедает. Поэтому там всегда есть развлекательная программа. То есть мы все внутри дети, да, и все мы носим какие-то свои роли, социальные маски. И, знаете, вот это пространство, оно даёт возможность приехать в какую-то местность, снять вот эти социальные роли, то есть где мы мамы, где мы там коучи, где мы, там, не знаю, высокие специалисты, и быть просто собой. И, знаете, это вот огромная радость, быть собой, погрузиться в мир детства. Я понял, а мне интересно, Людмила, какие конкретно, значит, в частых, там, я видел, у вас два гитариста были, да? А вот это пространство, оно где конкретно находится в виде этой избы? Да. Ну, избу вы, наверное, путаете, потому что изба, это была, вы не знаем, мы поехали в Большососновский район потом. А, соседний район, ага, понял. То есть мы же все на машинах, и мы можем спокойно... А в чистых, получается, кем можно людей, приезжающих, так сказать, развлекать? Что у вас там есть интересного? На самом деле у нас очень много всего интересного. У нас богатая культурная жизнь в селе. У нас есть балы, которые очень масштабные, больше ста человек задействованы в балах. И эти балы, не знаю, человек, наверное, по 20, по 30, по 50 выезжает в Пермском крае, и они тоже светятся, они тоже показывают... А балы имеется в виду вот в одежде 19 века, да, или что? Да, да, да. Но они же проходят там сколько, раз в год, а тут люди к вам приезжают же часто? Да, у нас есть хореограф Лили Рустамовна Мартынюк, и она ведет театр танца «Созвездие», в котором, кстати, я тоже танцевала 5 лет. И вот вы людей туда тоже к ней приглашаете, да? А кто еще есть интересный? В чистых именно? Да. Вообще чистые – это исторический как бы объект, да, и самое интересное, вот прям, прям историческое, историческое, есть такой природный материал, который называется волконскоид, и этот природный материал, он из пермского периода, да, то есть когда формировались вот те породы. Это камни. И в мире вообще на всей планете, понимаете, на всей планете есть всего 3 места рождения этого минерала. Это Чистинский район, это... Что у нас там? Ну, я понял, из этого минерала что можно делать? У вас там мастера делают из него что-то? Из этого минерала вообще Пабло Пикассо, и не только, а делали краски зеленого цвета. И картины, последние картины Пабло Пикассо, они нарисованы как раз-таки тем волконскоидом, который добыт в Чистинском районе. И у вас мастера тоже есть, которые его используют, да, там? Да, мастера, они его используют в эпоксидной смоле заливки, да, то есть можно делать сувениры из эпоксидной смолы. А потом в Чистинском районе проходят очень классные мастер-классы. У нас удивительные специалисты, с которыми очень интересно, душевно и очень познавательно. А местная администрация вас еще не задействовала в качестве специалиста по продвижению локальной территории, нет? Подскажите им эту идею. Ну, пока еще нет. Честно, да, то есть для меня это в большей степени возможность самой развиваться. Через знакомство, через общение с интересными, изобильными, знаете, такими в мыслях людьми идет интересная работа. И то есть через это я расту, через это я смотрю на мир другими глазами, через это проходят и получаются новые проекты. И они не всегда на территории Чистинского района. Иногда они, новые люди знакомятся друг с другом и говорят, вау, так бывает, такой же интересный человек в этой же области, в которой работаю я, давай сделаем какую-нибудь коллаборацию. И эти коллаборации, они уже выходят за пределы, скажем так, Чистинского района. И люди начинают себя проявлять, начинают создавать какие-то новые проекты, привлекать других людей. И это очень здорово. И это меня наполняет и очень радует. Людмила, заканчиваем, уже сформулируете. В нашем облике права жизни и бизнеса, вот как раз в виде коллаборации, как соединяются ваши проектные деятельности, диафрагмальные практики. И вот это вот, я бы сказал, арт-терапия, что ли, да? То есть соединение арт-терапии, народной медицины и продвижение территории под хэштегом «Мать белых ворон» 1, 2, 3. Вообще моя работа – это огромный процесс, который получается, который идет сам. И я не могу сказать, что делаю всё я. Делает всё большое пространство, в котором мы живём, делают люди, которые находятся рядом. И оздоровительные практики и вообще здоровье, пожалуй, это самое важное, что есть у каждого человека. Но жизнь, она не состоит только из того, что мы проживаем, да? То есть какие-то моменты что-то планируем, делаем. Жизнь состоит ещё из общения. И самое важное, чтобы это общение было наполненным, чтобы это общение было классным, чтобы из этого общения каждый находил себе что-то интересное. И через оздоровительные практики я иду, я знакомлюсь с новыми интересными людьми. Жизнь закручивается в разные интересные спирали, в разные интересные события, от которых я получаю удивительную радость, наслаждение, получаю огромный опыт в своей жизни. Я с огромной благодарностью и любовью отношусь к каждому, кто приходит в наше пространство, кто уходит из него. Но самое главное, что жизнь не стоит на месте, и что жизнь прекрасна, жизнь удивительна. И все мечты обязательно в нашей жизни будут забываться. Людмила, и два слова должно остаться в описании вашей миссии. Какие-то два слова? О миссии? Это рубрика, которая у меня финальная. Ну, я думаю, стой и свети. Стоит и светит Людмила Лузина. Наша тема сегодня диафрагмальная практика. Хэштег «Мать белых ворон и народа медицина» из села Чистые Пермского края. Людмила, спасибо, удачи вам. Благодарю. До встречи. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.